так друзья всем привет сегодня сделаю большой обзор своих орхидей не просто орхидей а именно орхидей беглипов как и обещал пару дней назад что могу снять для вас специально вот обзорчик тех беглипов которые на данный момент цветут здесь у меня наверное где-то около половины коллекции всей беглипов другая половина это беглипы которые уже отцвели и в основном остались беглипы которые подростки были куплены в маленьком размере еще они либо готовятся к цветению ботанизируется но либо еще им рано цвести и вот сегодня я покажу вам те беглипы которые в настоящий момент цветут я не стал сюда ставить дублей здесь все абсолютно разные беглипы а их здесь 40 40 беглипов на этом стеллаже это тот самый деревянный стеллаж который стоит в глубине комнаты в 6 наверное метрах даже в 7 метрах от западного окна за моей спиной вот с той стороны с которой я веду съемку и здесь всегда темно только на закате летом сюда в часов наверное 8 вечера в 7 8 вечера попадает солнышко а так здесь все время вот работает вот эти вот два светодиодных светильника значит что еще хочу сказать то что я сейчас выключу подсветку вот это вот чтобы не искажать освещение окрас беглипов беглипы здесь еще раз скажу все не повторяются здесь все разные беглипы я буду каждый беглипчик показывать близко историю их рассказать не буду потому что если я буду историю рассказывать то это займет несколько часов чтобы я вам о каждой что-то рассказал сегодня я просто покажу вам какие беглип у меня есть в коллекции и по возможности как они называются но это те беглипы которые есть были маркированы с названием а те беглипы которые не были маркированы или были с тестовым номером без названия я название естественно говорить не буду единственное что значит я на днях выпущу видео можно будет на канале посмотреть я расскажу про каталоги и про те ресурсы где я беру название орхидеи все подробненько вам расскажу потому что вопросов очень много и часто сдают где узнать о георгии расскажите где вы узнаете название где узнать название много 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 огромное количество вопросов у нас в группе архомания вконтакте выкладывают видео с просьбой помочь с названием вот я поделюсь значит ресурсами где можно посмотреть название и все подробно расскажу ну а сейчас мы перейдем к обзорчику вот этой вот всей красоты еще раз повторюсь здесь 39 моих орхидей плюс 1 не моя которую мы уже разыграли орхидею она уже закончила свое цветение но ее поставил специально для того чтобы сравнить с другого окраса этого же сорта орхидей ну что погнали значит сперва я сейчас включу подсветку дневного света чтобы нам не искажать окрас и выключу светодиодную подсветку кремовую ведь всего два пикселя выбита за несколько лет использования этих светильников так отключаем и здесь снизу тоже выключаем так ну что друзья готовы лицезреть а совершить эстетический подвиг и лицезреть всю эту красоту чтобы у вас не снесло мозг у меня сносит я потратил друзья не один час чтобы все сюда вот эти вот бегли по цветущий перенести у меня вчера и сегодня идет день полива и это единственная возможность в процессе полива и перестановки орхидей как-то их вот скучковать показать снять какую-то коллекцию и потом обратно на свои места расставить но даже и эта процедура казалось бы легкая занимает немало времени сил а главное часто проходит не без потерь там зацепился здесь зацепился цветоносом оторвал бутончик где-то корень сломал и так далее там подобное поэтому друзья мне будет очень приятно если вы поставите лайк этому видео и напишите какой-нибудь комментарий по существу сегодняшнего видео ну а я начну показ для вас этой красоты сразу хочу сказать это не выставка значит результатов там каскадного цветения это обзор орхидей именно беглипов какие есть может быть кто-то здесь свою красотку узнает итак поехали начнем друзья вот с этой орхидейки орхидейка беглипчик безмолвная элегантность вот такой вот он у него значит тут эти разводы разводы должны быть более акварельными но вот этого домашнее цветение и у него немножко такие с но вот более структурированный окрас это беглипчик безмолвная элегантность закон заканчивает свое цветение цвел он на два цветоноса поэтому он такой вот сейчас грустный вот они два цветоносика и уже все за ним находится орхидея которую мы буквально ну наверно уже сколько прошло пару месяцев до спасали от мучнистого червеца она у нас принимала участие в эксперименте да по поводу чем и как избавиться от мучнистого червеца и вот эту орхидею нас обгладывал этот нехороший пушистый в общем животные это и вот эта орхидеечка у нас тоже значит так хорошо цвела ну вот уже все заканчивает свое цветение вот такой вот интересный у нее окрас мы название этой орхидеи так и не выяснили она у нас проходит под названием для себя мы ее пометили я не буду ее озвучивать чтобы не вводить заблуждение еще одна орхидея из значит тестовых вариантов тестовых орхидеи это азиатская орхидея название у нее нет у нее номер она вот такая вот крупно цветковая желтая вот с такими вот расплывчатыми венозными черточками интересными розово такими лиловыми что ли вот такая вот красотка следующая орхидея это значит недавнее приобретение мне вопрос в комментариях хороший такой задали одна из зрительниц горит георгий я так правильно понимаю что все ваши орхидеи большинство так вот с этого ракурса заеду большинство ваших орхидеи это азиатские купленные у садовников и так далее там подобные нет вот то что сейчас я показываю 40 цветущих беглипов значит наверное процентов 80 из этих беглипов куплены в обычных простых магазинах таких как ашан леруа мерлен обе у продавцов которые в других магазинах в интернете с других магазинов продавали то есть это сети в их магазинов а вот с азии ну вот вот этот вот с азии то есть наверное но несколько штук вот из этих 40 азиатских так вот эту я показал она тоже без названия мы в общем разошлись в названиях в поисках внизу у нас орхидеечка это сейчас я поближе покажу вот это значит орхидея под названием ну бархатные наверное бархатные вельветовые бархатное вино вот так вот она это из серии орхидей а бы вот такая тоже крупноцветковая она даже даже на ощупь такая бархатная просто роскошная роскошная орхидея так идем дальше раз уж мы сет на этом конце еще одну а нет друзья это вот это вот азиатская без названия вот она вот это а то это голландская тестовый тестовый я немножко напутал вот друзья вот это вот без названия тестовый новинка причем прошлого года вот этот беглипчик ну собственно как и тот тоже вот вот этот вот я специально здесь их рядышком друг от друга недалеко поставил чтобы можно было их сравнить они вроде бы одних и тех же красок но немножко по-разному окрашены вот такие вот красавцы рядышком у нас дракарис в первом своем домашнем цветении подросточка покупал значит вот так сейчас выглядят орхидеи друзья окрасы их именно при комнатном освещении то есть вот в комнате никогда они стоят на подоконниках и при солнечном освещении при солнечном освещении у них больше наверное таких теплых желтых тонов рядом друзья орхидея это уже второй не на им третье третье домашнее цветение орхидеи беглипа шоколад вот такой вот шоколадик друзья вот обалденный где-то он больше похож на черные полоски до black strips орхидею стандартного есть окраса а где-то у него действительно вот расплывчатые такие вот как у шоколада именно окрас видите вот такой вот ну вот такой вот он каскадник получился каскадник интересный очень красивый обалденный у него цветы хрустят как листья капусты так здесь у нас экзотический танцор экзотик дэнсер или экзотический танец или экзотический то танцор ну в общем экзотик дэнсер от алюры экзотик дэнсер не только алюра садовник производят но еще не другие садовники поэтому могут быть и другие названию этой орхидеи но официальное название это экзотик дэнсер вот такая вот орхидеечка так манта манта пенида мультифлора она уже заканчивает свое цветение небольшая небольшого размера у него цветочки у этого беглип чика но он такой знаете цветет всегда гроздью винограда ну сейчас он уже цветет с прошлого года и уже заканчивает свое цветение вот такой нежный венозный красавчик рядышком друзья орхидея белая орхидея кристальный беглип это я вам уже его показывал отдельно выкормыш калийным удобрением на 4 цветоноса на два новых и на два старых я их по два цветоноса вот в кучку собрал вот и вот он здесь стоит такой на заднем плане за ним беглип это друзья манта миндора да вот это вот манта пенида вот венозный красавчик мант пенида а это манта миндора вот такой вот тоже крупноцветковой беглип снежный такой сиреневый губой нежный еще подобные орхидея есть медовый месяц называется так дальше идем пока мы не ушли в другую сторону покажу вам вот этого беглип чика вот этот был куплен беглип в обычном по моему его даже в люра мерли не купил вот попался он мне мини мини беглип чик название его сейчас я вам покажу вот нет название нет просто сиреневый беглип искал искал название но так и не нашел были похожие беглип и все его как бы идентифицируют как вот манту пенида вот этого но мант пенида нежнее окрас и побольше цветы а у этого поменьше цветочки и он более такой знаете более прям ну не знаю такой насыщенный цвет у него так рядышком у нас золотая вода big big water вот такой беглип чик golden water golden water вот это азиатский вот сверху друзья беглип зеленое яблоко но еще его значит от значит сани сани кис сани кис беглип я уже его показывал это был у нас отдельно видео которое называлось я показывал несколько фисташковых желтых беглипов и там этот красавчик был он друзья точная копия по окрасу орхидеи зеленое яблоко фленопсис а это такой же окрас но вот только с губой и кто-то мне говорит что это зеленое яблоко а кто-то говорит сани кис что еще у нас здесь интересного у это друзья дхарма посмотрите какая она посмотрите какая она дхарма обалденная просто красотка я все хочу ее снять вам отдельно я будет видео про эту орхидею что и как мы с ней делали с этой орхидеи поэтому я просто ее показываю вот так вот такая вот она обалдючая просто ну сказочные такого черничного окраса точнее вот такое пломбирно молочное и залитое черничный черничным джемом таким очень своеобразная неповторимая причем вот то есть ее не с какой другой орхидеи не спутаешь так но это орхидея вам уже показывал очарование тестовая орхидея смотрите она прям вот светится это орхидея прям так камера плохо фокусируется по сфокусировались мы так все хотел я взять еще фонарик отдельно подсвечивать вам вот так вот смотрите какая прелесть он еще не весь распустился но как он весь распустится я вам его покажу вам такого знаете окрасов golden apple золотого яблока и орхидеи серф сонга вот вот он таких вот окрасов так раз уж мы здесь недавно тоже приобретенные орхидея осенний осенний ветер осенний ветер сперва я думал что это пастелла кис но как раскрылся этот бутончик сразу стало ясно что это осенний ветер потому что пастелла кис он хоть и говорят что это одна и та же орхидея но пастелла кис когда распускается у него сразу при распуске вот такого окраса цветы а у осеннего ветра вот такие вот слегка персиково-желтый это потом он через несколько дней становится вот таким розовым так здесь на верхней полке мы тут наверное уже все просмотрели орхидеи точно все никого я не пропустил а вот розовые розовые два розовых друзья два розовых с одной стороны вот один вроде бы они как бы похожи но и в то же время есть у них незаметная разница и эта разница сразу уже как бы дает другое название посмотришь вроде бы одна и та же орхидея но нет это розовый беглиб sweet talk вот это вот свет свет talk друзья а верху у нас pink кис вот это вот разница она есть разница в окрасе губы в окрасе губы немножко в форме самих цветов расплывается изображать вот вот это pink кис это свет так ну поверху мы прошли сейчас я вам покажу нижнюю нижний этаж нижний этаж здесь у нас собраны на нижнем этаже такие знаете прям тоже звезды сразу давайте начну вот с этих вот значит это не моя вторая орхидея вот это одна единственная орхидея а не моя из этой всей коллекции мы ее разыграли но она цвела просто я поставил специально последний последний цветочек остался нас последний цветочек остался для того чтобы вам показать значит вот это розовые и вот это белый это орхидея бегли принцесса бегли принцесса в розовом цвете и бегли принцесса в белом цвете вот это один и тот же сорт с разным цветом друзья вот пожалуйста смотрите вот те не многочисленные редкие кадры я бы так сказал когда можно лицезреть две принцесс есть еще третья принцесса она полу розово-белая до 3 принцесса но пока у меня ее в коллекции нет ну вот такая вот красивая дальше значит две розовых еще нежно розовых орхидеи тоже заканчивают свое цветение вот это вот орхидея сакура он бегли в сакура вот такой вот он нежно-розово пастельный окрас и вот такая вот орхидеечка сейчас я вам название покажу этой орхидеи может быть кто-то свою узнает это название вот такое white fairy pink lovers вот это вот орхидея white fairy pink lovers ну а на заднем плане капризулио прикры капризули друзья и это чеширский кот в моем случае вот этот вот чеширский кот он такой знаете розовый какой-то лососевый когда он только открывается он такой более лососевого цвета а потом он становится такой пастельного розового цвета венозного когда заканчивает свое цветение сейчас он заканчивает свое цветение он капризный значит в чем в каком плане когда я уставишь среди всех орхидеи других на полку он быстро заканчивает свое цветение быстро цветает прям буквально месяц и все а вот когда вот он стоит один на полке где-то индивидуально чеширский кот цветет до полугода вот я с этим чеширским котом уже несколько лет заметил у такую его особенность я не знаю у кого есть еще чеширские коты друзья напишите как у вас цветут эти чеширские коты но вот у меня вот так вот так дальше идем масямба отходи отойди отойди так еще один значит тестовый бегле чик вот такой вот он ну смотрите какая прелесть он вроде смотришь на него кажется что венецианский карнавал да но это не венецианский карнавал венецианский карнавал вот а вот такой вот окраса когда он только раскрывается он похож на легато а это тестовый такой знаете нежно 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 фисташково но не фисташковый бледно знаете как бумага о старая газетная бумага которая пожелтела и на нем вот такие вот розовые даже не розовые а цвета пудры да что такое пудра такая не пудра знаете тоник вот для лица да вот такой вот я у мамы видел когда-то советские времена она припудрила тоником вот такой вот такой телесного какого-то цвета интересный это голландский тестовый сорт дальше их ну а венецианский карнавал я вам уже показал чудо-юдо моё чудо-юдо один цветонос у него заблудившийся значит из точки роста цветонос и вот этот заблудившийся цветонос это уже от детки вот вот такой вот веник я его веником зову венецианский карнавал вот такой красавчик дальше черный мишка друзья орхидея черный мишка вот он беглиб это он из серии дракариса друзей дракариса не друзей а родственников дракариса посмотрите вот он дракарис это вот черный мишка значит рядышком пропустили мы клоун фиш беглиб маленький клоун фиш рыба такая есть рыба клоун клоун фиш дальше тестовый сорт азиатский это сази вот такой вот красавчик просто обалденный розовый вот с такой к на пушечкой внутри просто роскошный просто роскошный и пошли те самые значит наши желтые желтого фисташковые орхидеи тестовые какие-то не имеют своих имен название у них тестовые вот этот этот у нас валит беглиб валит вот этот вот желтенький красивый так так это точно у нас без названия или сейчас я посмотрю достанем нет это у нас с названием я вас обманул это у нас diamond star орхидея вот она название diamond star вот этот вот беглибчик diamond star смотрите какой он интересный так я пока поставлю вот сюда вот такой вот он так нет ни сюда сюда поставлю потому что вот этот будет здесь стоять так а вот у этого фисташкова нет названия вот он прям такой знаете нежно-нежно фисташковый сверху вот это вот у нас с розовый нежно-сиреневый точнее губой это орхидея медовый месяц медовый месяц дальше идем значит это у нас такой беглипище сейчас я вам покажу как он называется вот вов районг принц это друзья друзья принц вот это у нас беглипы принцессы вот это вот розовая белая принцесса а это принц рейнг 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 принц так это орхидея свиталк сестраталк называется да переводится вот такой вот он интересный как будто его мелком розовым раскрасили так ну и две орхидеи практически одинакового окраса вызывающие немало споров это значит одна орхидея у нас не оконченной истории ну по крайней мере вот так она промерки промаркирована именно вот эта орхидея видите не оконченной истории и похожий на нее санта клаус смотрите я не знаю может быть обратите внимание чем различается санта клаус от не оконченных историй посмотрите на нижнюю губу не оконченных историй на нижнюю губу вот сюда вот она практически белая да то есть нету вкраплений у нее черничных крапушек а вот посмотрите у санта клауса у него как борода вот это вот вся такая в кристалликах видите санта клаус этим отличается и он более такой знаете цветочки поменьше и более не такие как бы округлой формы санта клаус а тогда по контуру по цвету они практически одинаковым такой вот у меня санта клаус и и санта клаус и не оконченные истории на мащуша тоже мой беглипчик или ты большой ух я тоже погладить что для мазь в общем друзья вот такие вот значит беглипчики такие орхидеи у меня это еще раз повторюсь не все есть новые хорошие интересные сорта в подростковом размере то есть маленькие покупал на веночки но они еще нету здесь еще а бы до оба только готовится знаменитая оба только готовится к цветению нету еще много роскошных орхидей но с моментом их начала цветения я вам обязательно их сниму на видео покажу мать ну куда ты сюда хочешь все друзья вот такой был обзор сегодня всем вам большое спасибо за просмотр за внимание тех кто еще не подписан на наш канал подписывайтесь и на днях я сниму видео о том где и как можно посмотреть название своих орхидей так ну все надо мне подсветку включать а то орхидеи начнут стрессовать потому что после полива я воду слил вот им нужно им нужно освещение ну и возвращать их на свои места кремовый цвет конечно сразу придает им другой вид совершенно смотрите видите вот то о чем я говорил некоторые архаманы смотрю показывают свои орхидеи в кремовом или красном свете но вот совсем не передает реальности вот видите смотрите дхарма сразу при освещении уже совсем другой цвет имеет ну собственно как и все остальные орхидеи вот вы когда я снимаю видео вы видите эти орхидеи за моей спиной вот именно в том цвете которые вот сейчас я вам кадры снимаю все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока я вам покажу